всем привет с вами исключительно михаил как всегда сегодняшнее видео посвящается кораблику в новом цвете называется лайм не он лайм потому что он близок к цвету этого фрукта не он потому что краска с добавлением ксерала и за счет этого он таких блесках весь клиент наш из москвы приобрел именно такой кораблик с комплектацией gps навигация и автопилот который имеет уже дополнительную нашу новую функцию обход препятствия приобрел он именно крашеного цвета за дополнительные деньги мы можем сделать любого цвета в чем плюс вообще крашеных кораблей плюс корабля точнее даже не корабля корпуса крашеного в том что он имеет тройную защиту от ультрафиолета как вы все знаете ультрафиолет разрушает все и пластик естественно в том числе поэтому когда вы приобретаете на долгий срок там 4 5 6 лет как бы пластика начинает уже становиться более хрупким так скажем вот но когда он крашеный потому что он имеет тройную защиту грунт краска плюс лак вам уже можно не не так переживать за пластик потому что все таки это все защищает очень хорошо но мы все равно рекомендуем всем крашеный не крашеный на рыбалке когда вы его отставляете в сторону прячьте пожалуйста его в тень чтобы он не стоял на прямых солнечных лучах вот дальше хочу еще вот пользуясь случаем пока он сейчас моргает часто задаются таким вопросом почему он у меня встал и он заморгал некоторые кстати не видишь он моргает но моргает когда далеко например находится одна из самых главных причин это электронная защита когда мы отплываем там где-то что-то камыш плавает какие-нибудь там леска может быть плетенка у кого-то там просто ли сети просто на воде мы этого не видим естественно и когда мы уплываем вдруг у нас останавливается кораблик и начинает моргать вот как сейчас да как аварийка на автомобиле что нужно сделать первую очередь нужно будет на дождаться пока они отморгают закончат и на медленном ходу совсем на медленном без нагрузки всякой какой-либо доплыть до берега вытащить его с воды и обратить внимание сразу же на винт посмотреть ничего ли не намотана там вот то есть там скорее всего естественно будет что-то нам вот она потому что появляется дополнительная нагрузка и дабы защитить мотор с регулятором чтобы это все не сгорело срабатывает электронная защита поэтому все это удаляете продолжаете рыбачить дальше и наслаждаться рыбалкой ну в общем то и все сейчас мы его проверим протестируем и отправим клиенту нашему из москвы я думаю будет очень рад погнали ну вот все мы находимся на воде когда мы первый раз ставим кораблик на этом водоеме либо на данном мостике мы сохраняем домашнюю точку тем более наш кораблик оснащен gps навигации с автопилотом это обязательно в данном случае у нас показывают 49 тысяч метров это говорит о том что у нас новая зона водоема вот и он ее не понимает чтобы он ее понимал мы сохраняем домашнюю точку ставим тумблер во второе положение видим что у нас 12 спутников gps 0.0 значит сохраняем сохранили сохранили на нулевую точку она же домашняя дистанция 0 метров теперь мы направляемся сохраним две точки и завезем две оснастки но гипотетически поплыли ставим вручной режим назад и поплыли мог пуля так вот у нас будет первая . ставим тумблер во второе положение выбираем первую точку сохраняем возвращаем вручной режим погнали домой очень хороший задний ход так теперь отправляем на эти две точки выбираем третье положение выбираем первую точку допустим левый бункер скидываем выбираем вторую точку правый бункер и только мы возвращаем назад и он отправляется все он направился до точки осталось 30 метров 20 метров хочу чтобы увидели что именно сейчас бункер именно левый откроется никакой другой оп еще раз оп и еще раз оп и и и и и и и и все это правый бункер посмотрим как работает обход препятствия вот он плывет ровно к нам опа я его сейчас заверну как заверну ваш развернул его отпускаю стик он сам я ничего не делаю оп он сам вернулся и все и пошел на домашнюю точку и еще раз в другую сторону на тебе вот так вот нет говорит я все равно иду к тебе я обещал вернуться я вернусь и вот он к нам вернулся умничка красавчик отличный автопилот еще кстати хочу показать такую функцию о которой я почему то не рассказываю хотя она очень нужна мы можем отправить на точку но не выбрасывая бункер он просто будет ждать нашей команды я покажу как это сделать очень просто ставим тумблер в третье положение выбираем вот эту вторую точку которая у нас там была прямо вторая только мы стик обычно делаем вправо а в данном случае мы делаем влево вот он туда поплыл и смотрите что сейчас будет вот он подплыл к точке и ждет моего указания ну или вашего то то есть он ничего делать не будет пока я ему не скажу об этом то есть там только нам надо будет обязательно вручной режим вернуть и теперь я могу бункера открывать там хочу например вот я до туда доплыл и хочу дорожку просыпать вот он доплыл до туда и стоит ждет мы возвращаем еще раз напоминаю вручной режим и допустим начинаем потихоньку там плыть вокруг потихоньку и например открывать бункер не спеша и дорожку просыпали то есть смысл в чем смысл в том что вправо стик если мы отправляем на точку он в бункер открывает то есть прикормку выбрасывает если влево стик мы делаем то он доплывает до точки и больше не делает ничего он просто до нее доплывает дальше вы уже делаете то что вы хотите своей манипуляции но не забывайте вернуть вручной режим вот ну что теперь возвращаем домой ставим тумблер в третье положение у нас нулевая точка отправляем все вот он возвращается снова к нам очень хорошо видно фонарь даже днем вообще прекрасно он очень яркий отличный габариты естественно будет хорошо видно ночью режим обхода препятствия работает вот я его прям весь тут туда-сюда вот молодец здорово иметь скоростной кораблик так ну а теперь я хочу поэкспериментировать сейчас мы имеем вот здесь камыши сейчас мы тут все это повынимаем вот это я тут покосил травку хорошая газонокосилка